Значение 10-го глобального бакинского форума, который пройдет в столице Азербайджана для обсуждения актуальных вопросов международной повестки дня, было подчеркнуто также и на встрече премьер-министра Алиасадова со специальным представителем правительства КНР по европейским делам Ву Хонгбо. Стороны обсудили перспективы сотрудничества двух стран в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, транспортно-логистической, гуманитарной и других сферах. Также были отмечены хорошие возможности для взаимодействия в рамках проекта «Восток-Запад. Средний коридор». Кроме того, на встрече была представлена информация о ширкомасштабных работах по восстановлению проводимых на освобожденных территориях Азербайджана. Сейчас в экономическом партнерстве двух стран немалое внимание уделяется по проекту «Один пояс, один путь». Объемы грузов, перевозимых из Китая в западном направлении через Азербайджан, растут. Кроме того, Азербайджан обладает огромным потенциалом производства возобновляемой энергии, а у Китая есть соответствующие технологии. Развивается сотрудничество и во многих других направлениях. Сегодня экономическое отношение между Азербайджанской республикой и Китайской народной республикой развивается. Например, внешний торговый оборот между двумя странами составляет примерно 1 миллиардов 780 миллионов долларов. Однако я считаю, что нынешний экономический потенциал и высокое стратегическое положение Азербайджана позволяет расширить экономическое сотрудничество с Китаем. Стратегическое расположение Азербайджана дает ему большие преимущества. Участие Азербайджана в проекте «Один пояс, один путь» может иметь положительные последствия для обеих сторон. В последнее время, благодаря совместным усилиям сторон, заметно вырос объем грузов, железнодорожных перевозок через Каспийское море и Азербайджан в направлении Европы. Это, в свою очередь, открывает новые возможности для сотрудничества Китая со странами, расположенными западнее Поднебесной. И последняя роль в этом вопросе отводится и Азербайджану. В настоящее время китайские предприятия не только активно участвуют в техническом обслуживании нефтегазовых проектов, в строительстве масштабных электростанций на базе возобновляемых источников энергии в Азербайджане, инвестируют в строительство крупнейшее в регионе Южного Кавказа линии по производству плитки, осуществляют многочисленные взаимовыгодные сотрудничества с азербайджанскими партнерами в области информационных технологий, сельскохозяйства, пищевой промышленности и т.д. Но и ряд крупных ведущих китайских предприятий активно изучают возможность инвестирования в свободные экономические зоны, рад и перенос за соответствующих промышленных цепочек в Азербайджан. В то же время Пекин поддерживает Баку в совершенствовании инфраструктуры, трансграничных и мультимодальных перевозок, увеличении пропускной способности и эффективности среднего коридора. Так, товарооборот между Азербайджаном и Китаем за 2022 год вырос на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основная доля экспорта из Азербайджана в Китай приходится на сырую нефть и химикаты. Китай же занимает пятое место среди торговых партнеров Азербайджана и является третьим крупнейшим источником импорта. Китай и Азербайджан являются географическим центром, стратегическим партнером и владельцем существующей транспортной инфраструктуры от Каспийского моря на запад через Баку-Тиблис и Карс. Сотрудничество с Китаем в рамках проекта международного транскаспийского транспортного маршрута не только позволит Азербайджану стать логическим узлом между Востоком и Западом, но и привлечет техническую поддержку, дополнительные премии иностранной инвестиций со стороны китайских частных и государственных компаний. В целом, мы знаем, что основным фактором, характеризующим устойчивое развитие стран, являются премии инвестиции, потому что они, вот эти инвестиции, формируют и реализуют трансфер технологий. Вот в этом контексте, в таком случае, привлечение китайских инвестиций в Карабах может дать очень высокие экономические дивиденды для развития Карабахского региона. Китайские компании также заинтересованы в участии на освобожденных территориях. В настоящее время они инвестируют в строительство крупнейшего. На Южном Кавказе предприятия по производству керамики, обеспечивают сетевую инфраструктуру и передовые решения для умного села в Зангеландском районе. Также в ближайшее время будут запущены два новых проекта электростанций на альтернативных и возобновляемых источников энергии, общей установленной мощностью 470 мегаватт, порядочками которых являются китайские предприятия. Кроме того, Китай участвовал в ряде азербайджанских проектов в сфере сельского хозяйства и переработки продуктов питания. В начале этого года Китай одержал историческую и решительную победу над эпидемией COVID-19 и постепенно возобновляет свои внешние связи в упорядоченном режиме. Многие азербайджанские предприниматели планируют поездки в Китай. Ряд китайских бизнес-групп, органов власти и туристические группы посетят Азербайджан именно в этом году. Думается, что при совместных усилиях в всех секторах двух стран китайско-азербайджанское торгово-экономическое сооружение сделает новый скачок. Продолжение следует...